Очередной политический инцидент приковывает внимание всего мира. Одна из великих супердержав нашего времени, Россия, вторгается в Украину. И всю последнюю неделю, и днём, и ночью нас не оставляют эти новости. Всюду мы только и слышим об этих реалиях. В сегодняшней хутпе я хотел бы поделиться некоторыми исламскими рассуждениями и теологическими уроками сложившейся реальности. Моя хутпа сегодня затронет пять пунктов. Первый пункт – зачем обсуждать политику во время хутпы? Я хочу подчеркнуть, что данная хутпа не является политическим анализом светского характера, поскольку это было бы не к месту, да и я не обладаю соответствующей квалификацией. Я не обсуждаю причины, не анализирую решения и не разглагольствую на предмет возможных последствий. А скорее, это попытка извлечь уроки и мораль с исламской мировоззренческой парадигмы, основанной на нашем Коране и нашей Сунне. А всё потому, что разум мусульманина должен всегда анализировать каждый отдельный факт сквозь призму имана. Коран повелевает нам размышлять над творением, размышлять над историей и анализировать текущие события и делать это сквозь призму веры и богобоязненности. Аллах говорит нам, что праведные – это те, кто они размышляют о творении и рассуждают о чудесах мироздания. Это и есть научная мысль. Аллах говорит нам в Коране, неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец цивилизаций, которые были до них? Речь идёт об истории. Аллах говорит в Коране, Разве мы не закрепили за ними Мекку в качестве безопасного святилища? Разве они не видят, как они получают пропитание и защиту от междоусобной войны? Вот вам аналитика текущей политики. Вдоль и поперёк в Коране Аллах призывает, чтобы мы размышляли над творением, над событиями из прошлого и над будущим и смотрели на них глазами мусульман и муминов. Именно так я и пытаюсь сегодня поступить. Пожалуйста, учтите этот момент. Это совсем не политическая аналитика, а теологические уроки, которые все мы должны для себя извлечь. Второй пункт. Почему нас должны беспокоить события, происходящие в каких-то двух далёких странах? Ну и что с того, что одна страна вторглась в другую? И на самом деле я был удивлён, когда услышал абсолютно легкомысленные реплики, что, мол, это война нас вообще не касается. Кто-то даже сказал, подумаешь, два кафирских государства воюют, а нам-то какое дело? На самом деле я был удивлён, поскольку это говорит о незнании как истории, так и основ исламской теологии. Что касается незнания истории, то достаточно вернуться лишь на сто лет назад, когда Первая мировая война стала следствием конфликтов как раз в том же самом регионе. Сербия, Германия, Россия и другие страны. Сто лет назад. И поначалу Первая мировая война не имела никакого отношения ни к Ближнему Востоку, ни к арабам, ни к мусульманской цивилизации. Но уже к концу Первой мировой войны в неё был затянут весь мир, в том числе и наши мусульманские страны. Прямым следствием Первой мировой войны стало падение халифата. И соглашение Сайкса-Пико, разделившее мусульманскую уму на десятки стран, вступило в силу. Палестину передали британцам, а дальше вам и так известно. А представьте, если бы сто лет назад кто-то сказал, да какое нам дело до этих событий во Франции, Сербии, Бельгии и России? Какое нам дело? Неужели история вас ничему не учит? Когда дело касается мировых держав, весь мир становится вовлечённым. Но даже если и не история, какое же нужно иметь сердце, чтобы не сочувствовать страданиям людей? Какую же мы веру преподносим, когда кто-то из наших рядов заявляет, мол, подумаешь, два каферских государства воюют. А мы-то тут при чём? Где же наша элементарная человечность и сострадание? Субханаллах. Чему же тогда нас учит Сира? Чему же тогда нас учит Сунна? Когда рассказывается о женщине, которая попала в огненную гиену только за то, что она не проявила должного отношения к кошке? Или же, когда женщина лёгкого поведения попала в рай за то, что она проявила сострадание по отношению к собаке? Если Аллах будет наказывать людей за бессердечное отношение к животным, и Аллах дарует награду людям, проявившим сострадание к животным, включая собак, то что тогда говорить о сострадании по отношению к людям, братьям? Или что вы тогда думаете по поводу легкомысленного отношения к ближним? Какой же должен быть у человека иман, что он заботится только о мусульманах и не беспокоится о других? Да, несомненно, я и сам буду первым, кто скажет, что мы ближе к нашим родственникам и братьям-мусульманам. Никто в этом не сомневается. Когда нам кто-то нравится, когда мы хорошо знаем кого-то, когда у нас есть родственная связь с кем-то, то и уровень наших отношений будет намного выше. Но это совсем не значит, что если человек не разделяет нашу веру или наши понятия, то мы не должны проявлять сочувствие. Никак нет. Массовое убийство гражданского населения, создание огромных потоков беженцев, горькие страдания и беды, которые несет всякая война, должны вызывать в нашем сердце искреннее чувство сострадания, искреннее чувство заботы о человечестве. И я скажу вам прямо. Возьмите любого мусульманина, который не переживает в виде страдания какой-то группы людей, ни в чем не повинных людей, то у него явно что-то не в порядке с иманом. Это совсем не тот иман, которому учили нас Аллах и его посланник. Мы переживаем за каждого. Будь это сирота, ятим, факир, мискин. Мы переживаем за беженцев, женщин и вдов. Мы переживаем за всех, независимо от их веры. Да, мы не отрицаем, что если это мой родной кровный брат, то, конечно, он мне ближе. Если это брат мусульманин, то, безусловно, наша связь намного крепче. Но только потому, что он мне не брат, или же незнакомец, исповедующий иную религию, то это не значит, что у меня нет к нему сострадания. И всякий, кто думает иначе, еще не познал реальный смысл своей религии. Это второй пункт. Конечно, мы переживаем как в историческом плане, так и в плане проявления человечности по отношению к нашим ближним, со стороны мусульман. Более того, никто и не говорил, что в том регионе нет мусульман. Почитайте историю. В том регионе на протяжении многих веков были заметны ископления мусульман. На протяжении сотен лет. Возьмите татары и татарскую цивилизацию, которую составляют мусульмане, как ископление прочих народов. Следовательно, мы переживаем. И мы переживаем по многим причинам. Третий урок, который можно извлечь из всех этих событий, происходящих на наших глазах, напоминает нам о реалиях естественной природы человека. Он напоминает нам о реалиях естественной природы человека. Мы, как мусульмане, должны проникнуться словами ангелов, произнесенными в ответ, когда Аллах объявил им. Мы собираемся создать новое творение. Ангелы осознали реальность этого творения. Ангелы воскликнули. О, Аллах! Это новое творение, которое принесет лишь фитну и фасады, войну и хаос, кровопролитие и страдания. Ангелы сразу осознали, что это будет совсем другая особь. Особь, представители которой будут учинять войны друг против друга, будут уничтожать друг друга, сеять всюду хаос и распространять зло среди своих общин. И эта реалия так и остается неизменной на протяжении всей истории человечества. Несмотря на все наше развитие, несмотря на все наши соглашения, несмотря на полномочия ООН, несмотря на все наши убеждения в том, что войны Средневековья остались в прошлом, вы не сможете изменить реалии человечества. И все эти обманчивые предложения, что мы стали просвещенной расой, что человечество уже ступило на более высокая плата, все это просто фальшь. Нам не дано изменить естественную природу человека. Печальная реальность лежит и в том, что даже животные не разделяются на мнимые государства. Животные не идут войной друг на друга, жадно пытаясь захватить побольше земли, обрести больше власти. Ни одна разновидность животных не устраивает войну, разбившись на две разные группы. Это особенность человеческой особи. Именно поэтому ангелы и воскликнули «Для чего тебе это, О Аллах?» И Аллах ответил им «Есть определенный смысл, который вам недоступен». Во всем этом для нас лежит урок. Нам не следует поддаваться обману этой иллюзии, что современный человек стал совсем другим, и в какой-то мере он стал лучше, интеллектуально более развитым, и превыше, чем все предыдущие поколения. Наоборот, человек остается человеком, и Аллах, субханаху ва тааля, напоминает нам об этой реалии в Коране. Четвертый урок и мудрый вывод, который мы должны извлечь из всего происходящего, лежит в том, что мы снова столкнулись с реалиями войны. И это очень глубокая тема. Почему эти цивилизации начинают войну? Если люди постоянно воюют, как это было на протяжении истории человечества, то и мы, как мусульманская цивилизация, вправе указать на наше прошлое. Наша молодежь, наше юное поколение зачастую стыдится нашего шариата. Они не понимают нашу историю. Они постоянно спрашивают, для чего халифы или почему амияды отправились в Индию? Для чего им надо было идти в Египет? Они пытаются найти объяснение и стыдятся, чувствуя себя неловко. Что касается нашей веры и нашей религии, то не следует ничего стыдиться. И чем больше вы изучите реалии истории человечества, реалии психологии человека и реалии ситуации на глобальной арене, тем больше вам будет доступен мудрый смысл нашего шариата. И мы сейчас говорим о событиях в прошлом, поскольку когда-то, да, наша цивилизация вела наступательную войну, хотя в наши дни, да и на протяжении большей части исламской истории, наступательных войн не было. Но на некоторых временных отрезках, во времена праведных халифов и на раннем этапе правления амиядов, действительно, иногда велись военные операции наступательного характера. Спрашивается почему? Обратите внимание на реалии ислама. Они шли на войну, чтобы распространить теологию и веру с тем, чтобы люди могли услышать калима «Ла Илляха Илля Аллах Мухаммаду Расулуллах». Они отправлялись на войну, чтобы избавить людей от тирании и несправедливости. Аллах говорит в Коране «Тем, с которыми поступили несправедливо, дозволено сражаться». Аллах говорит «Если бы Аллах не сдерживал зло от них людей посредством других, то зло распространилось бы по земле». Аллах говорит в Коране «Отчего вам не сражаться на пути Аллаха, когда убивают невинное гражданское население, убивают невинных мужчин, женщин и детей, и они взывают, кто же нам поможет, о Аллах?» Обратите внимание на все эти аяты. В чем заключается их общий смысл? Их общий смысл в том, что когда наши государства объявляли войну в далеком прошлом, они делали это в благородных целях. Мы выделим две главные цели. Первая – распространять послание, не религию, никто не принуждал, но послание следовало распространить. И вторая – оказать помощь невинным людям. Субханаллах. А в наши дни западные страны отправляются на войну, чтобы распространить свою акиду, свое послание. А их послание – это капитализм. Их послание – это их версия демократии, их версия системы управления. Они считают приемлемым ввести бомбардировку целых стран с тем, чтобы свергнуть царя и заменить его своей версией демократии. Вот поэтому они и начинают войну. Что же касается Восточного блока, то они ведут войну, чтобы противостоять капитализму, распространять идеи коммунизма. Они идут на войну, потому что они не хотят натовских альянсов. В этом их задача. А что же касается нас, то нам, согласно нашему шариату, запрещено отправляться на войну ради удовлетворения своей жадности, ради денег, ради установления капитализма или империализма. Нет. Мы шли на войну, чтобы нести калиму. Или же мы шли на войну, чтобы защитить невинных людей. Суть дела. И я хочу заявить об этом громко и ясно, как человек, чье происхождение лежит в Индии. Я с гордостью заявляю, что я благодарен Аллаху за то, что Мухаммад ибн Касим ступил на мою родную землю с тем, чтобы мои предки прекратили поклоняться языческим богам. И я заявляю открыто и с гордостью, если они могут вести войну ради лживых мирских целей, нам нечего стыдиться, когда речь идет о нашем шариате и наших традициях, когда наши предки и халифы шли на войну с куда более благородными целями. Но все это, как я уже говорил, имеет отношение к нашему прошлому, поскольку, чтобы начать наступательную войну, нужно было отвечать множеству требований. А сегодня всех этих требований уже и не существует. Это был четвертый пункт. Пятый урок, мой заключительный и наиболее продолжительный, много уже было сказано в наших кругах о двойных стандартах, используемых при освещении этих событий, о явном расизме, которым пропитана западная журналистика и политическая аналитика, которую мы слышим. Нам, собравшимся здесь, все это знакомо. Никого из нас это уже не должно удивлять. Разумеется, о себе они говорят не так, как о нас. И, разумеется, представителям своей расы они всегда найдут оправдание, но только не представителям других рас. Все это нам уже известно. Поэтому, рассуждая над пятым пунктом и следующими моментами, я бы хотел, чтобы мы для начала проявили инициативу и набрались знаний, и только потом вступали в дискуссии с нашими коллегами, соседями и с нашим кругом общения, используя грамотный подход, при условии, что мы отвечаем в соответствующем требовании. Чтобы мы вели полемику, оказывая влияние на склад ума тех, кто не видит всего этого лицемерия, тех, кто не видит двойных стандартов. О, мусульмане! Мы должны стать голосом совести в этой стране. Мы, мусульманская община, должны отстаивать правду и справедливость. Мы должны уметь грамотно указать на проявление двойных стандартов и лицемерия. Поэтому, пожалуйста, наберитесь сначала знаний, а потом научитесь преподносить их грамотно, если вы считаете, что вы отвечаете соответствующим требованиям. Итак, после всего сказанного, я хотел бы уточнить, что нет ничего противоестественного в том, что мы больше заботимся о своих, чем о других. Это естественно. Скажем, когда вы встречаете представителей своего народа, своей цивилизации и этнической группы, вы естественным образом чувствуете себя ближе. В этом нет никаких проблем. К тому же мы, как мусульмане, испытываем то же самое. Проблема совсем не в этом. Проблема возникает тогда, когда вы начинаете судить о поступках человека на основании цвета его кожи. И вы находите оправдание людям одного цвета, но не другим. Или вы находите оправдание одной цивилизации, но не другой, когда она совершает равно то же самое. И вот как раз на это мы и хотим обратить внимание. Тут нужно внести ясность. Ни для кого не секрет, что птицы одного полета в стаи сбиваются. Никто не должен удивляться тому, что представители одной и той же цивилизации чувствуют себя в своей тарелке. И мы чувствуем себя так же. Но суть нашей критики не в этом. Суть нашей критики в том, что, похоже, тут используются два разных мерилы, две разные системы оценивания. Когда одно и то же действие совершается двумя разными людьми, но один в итоге становится хорошим, а второй плохим. На это мы и пытаемся обратить внимание. Именно это и вызывает нашу критику. Заявление, что странам Ближнего Востока и Африки насилие якобы присуще, будто оно прописано в ДНК людей с темной кожей, следовательно, отсюда и представление, что все, кто не относится к нам, белым людям, и все те, кто не имеет христианского происхождения, имеют врожденную склонность к насилию. И эти утверждения, которые они зачастую озвучивают прямо и ясно, не осознавая в своих словах проявления явного расизма, удобно идут им на руку, потому что все они страдают от массовой исторической амнезии. Они позабыли свою собственную историю, свою внутреннюю борьбу, свои войны. Они совсем позабыли о Средневековье. Вместе с тем, они совсем забыли об истории своего вмешательства в арабские, ближневосточные и африканские страны. История колонизации полностью стерта из учебной программы большей части западного мира. Ближний Восток и Африка не оказались бы в том плачевном состоянии, в котором они находятся сегодня, не будь трехсот лет колонизации. Нам, как мусульманам, следует заняться своим образованием и только потом поучать и читать лекции всем вокруг. Приведу простой пример, хотя можно говорить бесконечно. Четыреста лет назад, когда европейцы открыли, в кавычках, Индию, когда британцы впервые высадились в Индии более четырехсот лет назад, Индия, то есть все земли, составлявшие тогда Индию, являлась крупнейшей экономической державой мира, и равных ей не было. Не было даже близкого соперника. Одна треть глобального ВВП приходилось на Индию. Просто задумайтесь. Одно государство, один народ, и одна треть глобальной экономики приходилось на Индию. И когда Европа и Англия пришли в Индию, они не входили даже в первые пятьдесят стран мира. Просто задумайтесь над этим. Пронесемся на триста лет вперед. И уже в начале прошлого столетия Индия обеднела. Англия теперь занимает господствующее место в мире, собрав налоги, ограбив, разорив и в буквальном смысле обворовав все земли Индии. Да и наша страна Америка, если уж на то пошло, тоже тесно связана с историей Индии и ее колонизацией. Английская ост-индская компания, наши праотцы, в своем большинстве разбогатели благодаря ей, а уже потом перебрались сюда. Всем нам еще из школьной программы знакомо бостонское чаепитие и уничтожение груза чая в бостонской гавани. А вы знали, что на этикетке этого чая стояла маркировка английская ост-индская компания, прямиком из Индии? Богатством наших земель финансировалось открытие и развитие этой страны и ее последующие господства благодаря богатству индийских и мусульманских земель. И теперь они отказываются признать свой вклад в разделе Ближнего Востока, диктуя в буквальном смысле каждой группе и стране ее назначение и место. Да забудьте про 400 лет, даже за последний век и десятилетия, даже при моей жизни, как может Запад закрыть глаза на свою роль в Ираке, в Афганистане и в Сирии, по созданию кризиса в этих странах. Еще в мое время, когда я был ребенком, Ирак, и мы сейчас не обсуждаем диктатуру, я говорю о людях, люди Ирака были самыми состоятельными, если говорить об уровне ВВП. Их системы образования и здравоохранения могли сравниться с некоторыми странами Европы. И это уже в мое время, когда я еще был ребенком. Неужели вы считаете, что этот хаос появился неоткуда? Как же высокомерно Запад отказывается признать свою роль? 35 лет жесточайших санкций, 35 лет бомбардировок, 35 лет вторжений с ложными обвинениями и ни одного извинения. И после этого у вас хватает совести заявлять, что эти люди применяют насилие, что они не заслуживают никакого сострадания, в то время как вы сами отказываетесь признать свое участие в создании этого насилия и разжигании гражданской войны. Афганистан. Стоит ли даже начинать про Афганистан? Еще до моего рождения, вторжения за вторжениями, полное истребление народа, вы не предоставили им ни единой возможности установить мир, а теперь говорите, что насилие это свойственная им черта? Как же вы удобно устроились. А наша задача, о мусульмане, обеспечить себя знаниями, а потом донести знания до других. В этом и заключается наша роль. Мы должны стать направляющим светом, живым примером знаний и образования, для того, чтобы направление течения наконец изменилось. Субханаллах, после 50 лет брутального вторжения в Афганистан и полного истребления его населения, которое и без того уже было бедным и обездоленным, на прошлой неделе или пару недель назад, наше правительство в одностороннем порядке заявило, что оно собирается конфисковать 7 миллиардов долларов афганских сбережений, находящихся на счетах афганцев, деньги, принадлежащие народу Афганистана, просто потому, что наше правительство обладает силой отбирать. И после этого вы высокомерно и надменно называете нас отсталыми. Вы даже не предоставили им возможности. Вы сами вторглись и все разбомбили. А потом, когда началась гражданская война и появились толпы беженцев, у вас хватает совести обвинять в этом религию. Мы должны указывать на все эти двойные стандарты. Мы должны заняться своим образованием, а потом научить их различать эти реалии. Дело не только в этом. Давайте говорить на чистоту. Посмотрите, как нам преподносят украинцев, выступающих против российской агрессии. Посмотрите, как их преподносят борцами за свободу. Посмотрите, как идет героизация действий подпольных сил сопротивления. Субханаллах. CNN на своей главной странице опубликовал подробный репортаж о жизни и храбрости украинского солдата, который, подорвав себя, не дал российским силам перейти через какой-то мост. Они представили его мученикам, погибшим за благородное дело. При всех других обстоятельствах его бы назвали террористом-смертником и религиозным фанатиком. А тут вдруг, каким-то образом, то же самое действие при тех же самых реалиях преподносится совсем иначе. BBC на своей главной странице «Я глазам своим поверить не мог». С сияющей радостью сообщила, что граждане Британии прибывают в украинское посольство с готовностью принять участие в войне в качестве добровольцев. Репортер спрашивает «А вы украинец?» «Нет, я не украинец». «А что на это побудило?» «Я хочу воевать за справедливость». Субханаллах. То есть, если вторгается Россия, то вы готовы отправить своих граждан на защиту. А когда это западная держава и ваши граждане поступают так же, вы сажаете их в тюрьмы и называете их террористами. Нам нужно быть справедливыми. Нам нужно быть последовательными в том, что мы подразумеваем под понятием свобода и понятием справедливость. Неужели только потому, что оккупантами оказались мы, все вдруг должно поменяться? Нет. Нам нужно только грамотно, потому что это очень деликатная тема. Я должен сразу заявить, что на протяжении всех этих лет и событий на Ближнем Востоке я никогда не был сторонником каких-то религиозных движений. Но в то же время я никогда не утверждал, что эти люди в своих странах поступают неправильно. Я никогда этого не говорил. И сегодня я говорю то же самое. Когда в вашу страну вторгается армия чужого государства, какую реакцию вы ждете от местного населения? На что вы рассчитываете? Если вы понимаете позиции украинцев, вставших против России, то почему мы не можем понять, что когда западная держава вторгается в страны, то и их население тоже встанет на защиту? Почему мы используем два разных метода для оценки? В этом и есть двойные стандарты и лицемерия, о которых нам следует говорить, братья и сестры. Удивляет, когда люди делают такие заявления и готовят репортажи. Неужели они даже не замечают совершенно очевидные двойные стандарты и лицемерия в своих словах? Именно поэтому мы, как мусульмане, должны стать голосом совести. Мы должны стать образовательным барометром для окружающего нас общества, наших средств информации, наших политиков. Они отказываются признать роль нашей страны в создании проблем на наших собственных землях. Они заинтересованы только в результатах созданных ими проблем. И вместо того, чтобы признать сопричастность и взять ответственность, пусть даже частично, а не просто-напросто, да еще и с российскими высказываниями обвиняют религию и цвет кожи. Это же работа их религии, это же африканцы, люди с Ближнего Востока и арабы. Они занимаются обесчеловечиванием участи всех, кто страдает под их гнетом и героизируют участь тех, кто страдает под угнетением России. Украинцы, противоборствующие вторгшимся силам, это борцы за свободу. А когда на борьбу встают палестинцы, которых притесняют вот уже больше 70 лет, они становятся агрессорами. Их обвиняют в насилии. Что вообще происходит? Сейчас идеальное время, братья и сестры. Идеальное время каждому из вас стать маленьким послом в кругу своих друзей и близких, среди своих коллег, только с грамотным подходом. И я не устану повторять, поскольку мы затрагиваем крайне деликатную тему. И мы не оправдываем терроризм. А кто вообще решает, что такое терроризм? И почему одного считают террористом, а другого нет? Мы задаем все эти вопросы, чтобы широкая общественность наконец-то задумалась над ними. Только потому, что Россия, являющаяся соперником Америки, осуществляет вторжение, как вдруг все, кто с ней не согласен, выставляется в определенном свете. А когда мы предпринимаем те же самые действия, то все, кто не согласен с нами, заслуживают иного отношения. И я продолжаю напоминать, что если мы не укажем на эти двойные стандарты сейчас, то когда? Именно это и побудило меня выступить с этой проповедью. Это идеальная возможность для нас, как я уже говорил, выступить послами здравомыслия. Аллах говорит в Коране, «Свидетельствуйте справедливо и честно, даже если вы свидетельствуете против себя». Все мы живем в этой стране, и мы понимаем, что в этой стране много хорошего. Но вместе с тем, эта страна принесла немало зла странам за своими пределами. Но мы должны обратить внимание на это самое зло. И это мой пятый и заключительный пункт. Братья и сестры, можно еще долго говорить, но, как всегда, мы ограничены во времени. Инча Аллаху Та'ала этих пяти уроков нам будет достаточно, чтобы начать размышлять над более глубоким смыслом. Успех дарует только Аллах Аззаваджаль, да благословит нас с вами Аллах посредством Корана. Пусть Он поместит нас среди тех, кто понимает Его аяты и воплощает их предписания о дозволенном и запретном в жизнь. Я прошу у Аллаха прощения, и вы просите. Поистине Он Аль-Гафур и Ар-Рахман. Мусульмане, мы всегда должны осторожно следить за тем, чтобы не погружаться чрезмерно в одну тему, пренебрегая другой. Да, мы должны уметь разбираться в политике, разбираться в реалиях, но давайте не будем забывать о нашей духовности. Рамадан уже не за горами, нужно следить за тем, чтобы события между Украиной и Россией не помешали нам стать ближе к Аллаху в эти недели и особенно в месяц Рамадан. Мы просим Аллаха дать нам возможность встретить Рамадан и совершать поклонение в Рамадан. Никто из нас не знает, кто будет удостоен этого блага, субханаллах. А месяц Шаабан, и он уже начался, поскольку до Рамадана уже осталось меньше месяца, месяц Шаабан не простой месяц. Это важный месяц. Это месяц, в который мы начинаем готовиться к встрече Рамадана. Это месяц, в который мы духовно и психологически готовимся наиболее эффективно провести грядущий месяц. Усама ибн Зейд, которого пророк салаллаху алейхи вассалям очень любил, который был как родной сын пророку алейхи салалату ассалям, Усама ибн Зейд сказал, о посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты так усердно постился ни в какой другой месяц, за исключением Рамадана, как ты постился в Шаабан. Я не видел тебя, постящимся так много, ни в какой другой месяц, не считая Рамадана, как в Шаабан. И наш пророк салаллаху алейхи вассалям ответил, это месяц, которым большинство людей пренебрегает, не обращает на него внимания. Большинство людей им пренебрегает. Это месяц между месяцем Раджаб и месяцем Рамадан, то есть Шаабан. Это месяц, в который Аллах возносит к себе благие деяния. И мне хотелось бы, чтобы Аллах, аззаваджаль, вознес мои деяния, пока я пребываю в состоянии поста в этот месяц. Этот хадис от Насаи напоминает нам, что месяц Шаабан служит подготовкой почвы к Рамадану. Нам следует подготовиться духовно. Давайте подготовимся в эмоциональном плане, в физическом, психологическом, отвлечемся от мирских дел. У всех есть повседневные заботы, постарайтесь завершить их сейчас, чтобы в Рамадан у вас было больше времени. Может быть, кто-то еще не восполнил дни поста с прошлого года. Сейчас то время. Может быть, кто-то не заплатил закат с прошлого года. Заплатите сейчас. Убедитесь, что психологически и духовно вы готовы. Поститесь как можно чаще. Подсчитайте свой закат сейчас. Если вам нужно сделать покупки к празднику разговения, закупитесь сейчас. Зачем оставлять это на последние десять ночей? Сделайте это сейчас и не откладывайте на последний день. Подготовьте себя к приближающемуся месяцу. Одному Аллаху известно, кто доживет до этого месяца. И если мы и доживем, то мы должны быть лучше всего подготовлены к этому. Поэтому воспользуйтесь этим месяцем и пусть шабан ляжет основой вашего рамадана. Пусть Аллах благословит нас с вами. Аллаху ванны дайread фааммину. Аллахума ля тадага в Хаадь юми ذаммен إلا غфарта ولا هаммен إلا фаррэжта ولا дайна إلا قضит ولا маридан إلا шафэйта ولا ассира إلا истарта. Аллахума гфрэллена воли ихваны на الذина сабакуна в стамбе на иман и надежа в колобинах глил-ласс الذинам Раббана инка рауфу рахим. Аллахумм an ар wheel of faith Продолжение следует...